Железная логика Вышел бы у себя В этих штатах На предварительных выборах Сказал бы Некоторые критиковали И говорили что я зря помогаю Украине А Украина то смотрите Взяла и Крым себе вернула Вот это был бы триумф демократии А как триумф демократии Как минимум откладывается А как максимум провалился Значит надо искать успехи в другом месте И поэтому Пентагон так и говорит Конечно оно конечно да С одной стороны но с другой стороны Ну и плюс действительно Спикером сейчас конгресса американского Стал человек который Несколько раз голосовал против увеличения помощи Украине Я так понимаю что он не особо настроен на то Чтобы поддерживать эти проукраинские законы Ну спикер это скажем так лицо Ну а спикер ничего не решает Ясно что голосуют Голосуют Как бы эти самые конгрессмены Но все равно это имеет значение И в выходные будет очередной там сходка Форум встречи участников на Мальте Участников по урегулированию украинского конфликта И якобы представитель Китая Ну в России естественно туда не приглашают Кто мы да В теме разрешения украинского конфликта Но и представители Китая сказали Что они не поедут на эту встречу Об этом сообщает Блумберг Но тем не менее там с Джисеем собирается Турция туда приедет Вот И Знак какой посылают Тут эксперты делают вывод Что если Китай Самый мощный представитель глобального юга Отказывается от этой встречи Не видит в ней смысл Значит это четкий сигнал киевскому режиму Что Зеленский с его формулой Не он больше не актуален Не эта формула больше не актуальна Как вот некая публичная платформа То есть Обсуждать с Киевом больше уже нечего Не ну Вообще не очень понятно Как они собираются Обсуждать урегулирование конфликта Российско-украинского Без России Это первое И самое главное Да Даже вот сейчас вот Арабо-израильский конфликт Его можно урегулировать И без Только с одной стороны Нет нельзя С одной стороны это только война Да На это делали ставку Какой-то В какой-то момент Что Украина сейчас вот возьмет и победит Плюс Украина плюс санкции Победят Россия Не победили Да Опять там Можно там все что угодно говорить Так сказать Да Но тем не Ну На сегодняшнем по факту Не получилось Да Вот А тогда значит что Тогда значит непонятно что Тогда давайте будем имитировать процесс Обсуждать урегулирование конфликта Без России Да и Китая Довольно важный игрок Может быть не в этом конфликте Но вообще в мировой политике Да Тоже не хочет в этом участвовать В конце концов Китай ведь какие-то там предложения выдвигала Ну своя формула там Десять пунктов Да Но Украине сказали что это пустота Вот Что это все не имеет никакого значения И так далее Ну не имеет и не имеет Что тогда О чем говорить то Значит Россия Как сторона конфликта Никому не нужна Китай со своими значит формулами Тоже не имеет значения Ну и сидите там обсуждайте Танки ваши не сработали Санкции как бы да Не обрушили Россию И все такое прочее Ну тогда это все превращается просто в некую клоунаду Да Ну и вообще еще раз говорю Вот например У этого У Зеленского выбора Совсем скоро Вот Вообще обычно знаете За полгода до выборов Считается что там Президент Так что называется Хромая утка Вот Но Все таки Понятно что Американцы сделают все Чтобы Зеленский остался На своем месте Да и просто На Украине сейчас Военная диктатура Если называть вещи своими винами Поэтому У меня нет никаких иллюзий По поводу Там проведения выборов Там Их там Это самое Их возможных Результатов Вот Ну видите Разговаривайте Особо Особо не с кем Не о чем Короче говоря Если вы Обещали успех Вам для этого дали Кучу денег И кучу оружия Вы его Этот успех Не показали Дальше Все В общем-то Говорильня А что Участвовать В говорильне Зачем Тем более Украина Демонстрирует Такое Неуважительное Отношение Китаю Неуважительное Отношение Китаю Довольно Много Оскорбительных Высказываний Было Со стороны Официальных Лиц Украинской Власти Ни одного Извинения Ну не хотите И не надо И все Да По поводу Палестино-израильского Конфликта Вернее Как уточняют Востоковеды Конфликта Израиля И группировки Хамас Продолжаются Обмены ударами Израиля И Хамас Армия Обороны Израиля Сообщила Что за минувшие Сутки Нанесла удар По 250 Объектам Хамас В секторе Газа Интересно Что Вчера Собирались Главы Евросоюза Брюсселе Вырабатывали Некоторую Формулу Как Остановить По крайней мере Этот конфликт Хотя бы На время Да И Зашел Разговор Вот К чему Даже Прицепились Интересно Журналисты Отмечают Окончательное Заявление Евросоюза В нем Говорится Что необходимо Чтобы были Гуманитарные Паузы Во множественном Числе Ряд Стран Настаивало Чтобы Речь шла О гуманитарной Паузе То есть В единственном Числе В чем Разница Разница В том Что Одна Пауза Это Слишком Близко Понятие Прекращение Огня Гуманитарные Паузы Значит Можно На время Останавливать Потом Снова Может Израиль Наносить Удары И так Далее В общем Спорили Спорили И победила Про Израильская Позиция В том В том Числе Австрия Чехия И влиятельная Германия За это Проголосовала За то Чтобы В документе Окончательно Было Словосочетание Гуманитарной Паузы Интересно На этом фоне То что Испанский Министр Призвала Евросоюз Внести Против Израиля Ввести Против Израиля Такие же Жесткие Санкции Как против России Израильского Русского Руководства Отдать Под суд И сегодня Многие газеты В том числе И европейские Выходят С заголовками Что большая Часть мира Не признает Хамас Террористической Организации И в том числе И Швейцарии И Норвегии Не признают И в Индепендент Интересно Передавиться Сравнение Значит Сколько Стран Поддерживают Немедленное Прекращение Огня Большинство И с другой Стороны Сколько Против Кто За прекращение Огня Три страны Это Израиль Это США Это И Великобритания Вот такой Расклад Это вы Про Они в Евросоюзе Это Ну так Это же Просто Калька С американского Проекта Резолюции Совбези Которую Совбез не принял Ну да Потому что Ее заблокировали И Россия И Китай И Объединенные Арабские Эмираты По-моему К этому Присоединились Еще кто-то Бразилия По-моему Я не знаю Остальные Там воздержались Это проект Американской Резолюции Которая Не настаивала Вообще На прекращение Огня На прекращение Войны Ну вот давайте Гуманитарные Паузы Или паузы Паузы Для того Чтобы выводить Оттуда Мирных жителей Но Израиль По этой резолюции Имеет право Долбить До победного Конца Или до того Конца Который они Объявят победным В Совбезе Не прошло Давай будем Проталкивать В подконтрольных Структурах И вот Евросоюз Берет И принимает Все Довольно Понятно А в конечном Итоге На самом деле Американцы Настаивают На продолжение Войны Они везде Настаивают На продолжение Войны Но в Украине Они настаивают На продолжение Войны До победного Конца И даже Европейские Американские Издания Пишут Что это Именно Американцы Не дают Возможности Зеленскому Вообще Даже Поднять Вопрос Переговоров В Израиле Палестине Американцы Настаивают На продолжение Войны Потому что Им важно Чтобы Израиль Победил А штаты Сказали Что это Их общая победа И они По другому Никак Они везде Куда они Влезают Надо воевать Почему Они это говорят Потому что Воюют другие Они на этом Зарабатывают Деньги Политические Очки И все Остальное Будет продолжаться Я думаю Что наземная Операция Израильская Будет Уже Два раза Там был Такой Глубокий Рейд Спецназ Там постоянно Работают Говорят Наземная Операция Будет Не будет Да она Уже Давно Идет Потому что Во первых Спецназ Там постоянно Работает На территории Газа Израильской И плюс Было уже Два Довольно Таких Глубоких Рейда С бронетехникой В частности Один из них Был вчера Поэтому Наземная Операция Уже идет Они объявляют Не объявляют Мне кажется Тут тоже А потом Может быть Не объявим Или объявим Она Как бы Уже Реально Существует Поэтому Скорее всего Израиль При поддержке США Будет добиваться Того Чего он Хочет добиться То есть Действительно Там стереть Все с лица Земли Они же там Грозятся Затопить Эти там Тоннели Всех там Выкурить А что там Будет с этими Беженцами Им в общем Наплевать Пусть они Что хотят То и делают Беженцы Нью-Йорк-таймс Пишет Сосылка На источники Что Нетаньяху Отказался Подписать Приказ О начале Шаркомасштабной Наземной Операции В секторе Газа Из-за опасений Лишится доверия Населения В случае Ее Провала Не знаю Можно ли Доверять Источникам Нью-Йорк-таймса И самой Нью-Йорк-таймс Но Игра идет Игра Что идет Игра Да И вот такая Тактика Бомбежки И Такие вот Рейды Точечные Рейды Возможно Какое-то Продолжительное Время Это может Продолжаться Ну они Зондируют Ситуацию По сути Они могут Сказать Мы же Наземную Операцию Не начинаем И по сути Операция идет Потому что Бомбежки Обстрелы Продолжаются Каждый день Каждую ночь И периодически Заходят Подразделения Израильской Армии Заходят Выполняют Какие-то задачи Или не Выполняют задачи И выходят Оттуда По сути Это и есть Наземная Операция Может быть Они так готовят Для этого Почву Может быть Они на этом Остановятся Скажут Ну все Мы выполнили Все задачи Безназемной Операции Вот смотрите Вы же просили Мы ее не Это самое По сути Это будет Ровно то же самое А может быть Они сейчас Подготовят Почву Для того Чтобы Все-таки Наземную Операцию Провести И сказать Что вот Она Успешна Мы ее Достаточно Подготовили То есть Тут игра Понятная Сам термин Наземная Операция Думайте Уступки А фактически Израильская армия Системно Каждый день И каждую ночь Продолжает Громить Этот сектор газа Ну по крайней мере Его Северную часть